Всем привет на моем канале. Сегодня у меня необычное видео, там где я готовлю что-то вкусное. У меня сегодня рум-тур, обзор моей кухни. Многие просили, чтобы я показал видео, какая кухня у меня получилась. Эта кухня получилась многофункционально. Это кухня-студия, на которой мы проводим очень много времени. Здесь мы просто отдыхаем и не только готовим кушать. Я думаю, что вы с этого видео для себя возьмете много чего интересного. Эта кухня у получилась бело-черная. И многие интересовались, хорошо это или плохо. Давайте посмотрим, покажу все в деталях. Поехали! Это место всем знакомое, конечно, я же здесь готовлю кушать. Но самое главное в моей семье было для кухни это условие, чтобы это была не просто кухня, на которой вы куховаритесь, чтобы это была зона отдыха. Поэтому я очень просил свою жену, чтобы мы так продумали дизайнер, чтобы обязательно здесь был домашний кинотеатр и большой телевизор. Потому что нет ничего лучше. Когда ты приготовил что-то вкусное, к тебе пришли гости посмотреть, какой-то хороший фильм на домашнем кинотеатре. Давайте я открою каждую тумбочку, покажу, что есть внутри, как мы все-таки продумали это и что у нас получилось. Очень важно для этой кухни было и, наверное, самое проблематичное, это барная стойка. Потому что барная стойка должна была быть необычная, барная стойка должна была быть съемная. Многие мастера просто не хотели за это брать. Ну, действительно, много проблем, много головняка, чтобы сделать такую барную стойку. Поэтому долго продумывали, как это лучше сделать. Потому что, когда приходит много гостей дома, очень хорошо ее просто убрать, и чтобы было места побольше. Поэтому она становится в разных три положения. По ходу видео я покажу. Барная стойка, конечно, классная. То, что здесь и можно присесть на стульчике, просто покушать, посмотреть свой любимый фильм. А снизу же, конечно, мы спрятали домашний кинотеатр. Давайте посмотрим. Вот здесь я спрятал колонку, которая просто достается. Спрятал сабвуфер. А сверху на кухне у меня, вот, одна колонка идет. Еще одна колонка. По бокам две колонки. И, то есть, получилось такой зал с домашним кинотеатром. Конечно, очень классно. Я очень просил жену, чтобы она все-таки домашний кинотеатр придумала так, чтобы он прятался и не мешал. Поэтому мы продумали. Классно получилось. Смотрим, что в следующих тумбочках. Следом за домашним кинотеатром идет посудомойка. Посудомойку мы сразу брали большую, 60 сантиметров. Потому что, действительно, очень удобно, когда много влазит посуды. И сверху есть такой лоток для ложек, ножей, вилок. Тоже очень удобно. Посудомойка, конечно, я очень доволен. Я скажу, это одно из лучших приобретений. Очень, действительно, экономит время. Классная вещь. Следом за ней идет обычный отсек. Там, где идет мусорное ведро. Но к мусорному ведру рядом у нас идет фильтр. Потому что мы поставили кран, потому что, знаете, вода в больших городах не очень хорошая. Поэтому с одной стороны у нас идет горячая холодная вода, а с другой стороны у нас идет фильтр с питьевой водой. В следующей тумбочке прячется стиральная машинка. Так как кухню мы сделали немного выше, она буквально чуть-чуть выше обычной кухни. Потому что, когда вы делаете стиральную машинку, которая не встраиваемая, целая проблема у всех вот с этим отсеком для порошка. А так как кухня немножко выше, поэтому нету никаких проблем. Почему же кухня получилась немножко выше? Если вы заметили, что кухня вся без ручек. Потому что сверху идет такой вот металлический профиль. И он получается немножко выше, чем обычная кухня. Ну, мне очень нравится, когда кухня без ручек. И можно спокойно, видите тумбочку, раз, открывается сверху и все. Верхний ящик просто открывается рукой за счет профиля. Так как здесь установлен металлический профиль, просто сюда рука залазит очень удобно. Здесь, конечно, у меня просто обычные столовые приборы. Каждая тумбочка, каждый ящик у меня с доводчиками. Снизу у меня здесь доски. Снизу у меня всякая стеклянная посуда, судочки. Далее идет духовка. Духовка, как обычно, электрическая духовка. Снизу мы сделали вот такой вот ящик. Тут очень удобно хранить всякие пакеты, всякие кулечки, блокнотики, ручки. Далее за плитой мы сделали самые большие ящики. Потому что здесь хранятся кастрюли, сковородки. Тоже очень удобно, когда он большой. Снизу тоже самое бокалы, стаканы, ножи. Тоже очень удобно к два ящика. Далее идет холодильник. Но между холодильником и стенкой получилось небольшое расстояние. И мы решили придумать хорошие просто пеналы. Там где можно хранить салфетки, полотенце. То есть открывается нажатием. Очень удобно. Что верхний, что нижний. Как вы заметили, что на кухне есть две LED-подсветки. Верхняя и нижняя. Она очень удобна при просмотре телевизора. Что свет не бьет в глаза. И при этом создается просто на кухне хороший уют. Можно просто выключить свет и остаться при LED-подсветке. Также в LED-подсветке тоже есть свой переключатель. Нижний и верхний. Ее можно всю выключить, можно включить по отдельности. LED-подсветка встроенная. Если посмотреть, как она сделана сверху, то она сделана в верхнем металлическом профиле. То есть смотрится очень симпатично. А снизу мы попросили, когда нам резали столешницу, чтобы нам ее установили внутри. То есть в столешнице нам сделали углубление такое. Вот и вот получилась вот такая вот красивая, хорошая LED-подсветка. При установке кухни есть много мелочей, которые вы обязательно должны продумать. Потому что здесь находится одна канализация. Поэтому посудомойка, умывальник и стиральная машинка должны находиться в одном месте. И самое главное, что вы когда достаете с посудомоечной машины посуду, чтобы вам не бежать в другой конец кухни. А у вас должно находиться ящик рядом для посуды, чтобы вам было удобно. Просто вы повернулись и поставили. Поэтому мы сюда установили вот такой вот ящик удобный для посуды. чашки, тарелки. Он удобно закрывается, удобно поднимается. В этом ящике у меня спрятаны крупы. Здесь же также видите такие удобные лоточки у меня для всяких специй. Банки для всяких сыпучек точно очень удобные. А сверху у меня просто обычный резерв, который тоже открывается обычным нажатием. То есть масло, всякие крупы. Система снизу и сверху мы установили в блюк. Я вам скажу, за два года никаких в принципе проблем. Все доводчики работают, все системы работают нормально. То есть мы очень довольны. Сверху над духовкой у меня газовая поверхность, а сверху над ней идет вытяжка. С левой стороны у меня тумбочка, которая тоже очень просто открывается рукой. Там где чай, кофе, снизу чайник, то есть очень удобно. Сверху блендер, печенье. Тоже такая очень удобная тумбочка. Сверху над холодильником тоже есть тумбочка. Но я уже не буду ее открывать, мы немного ее заставили. Ну, чтобы у нас просто не было пустое пространство, мы установили тумбочку. Тумбочкой, честно говоря, пользуемся очень редко. Поэтому там такие вещи лежат, которые достаются очень редко. Напротив кухни мы установили диван. Возле дивана камин тоже создает свой уют и очень удобно смотреть телевизор. И когда приходят гости, здесь можно просто поставить стол и получается очень много места. Обычно мы кушаем на лоджии. На лоджии у нас стоит стол обеденный, стоят стулья. Мы поставили вот такой вот шкаф. Там где сверху находится котел, мы просто его зашили. Внизу пылесос, веники, также микроволновая печь. Очень удобно, потому что там и резетка есть. То есть она функциональная, все работает, все нормально. То есть очень удобно. А здесь вот этот вот отсек, это специально для барной стойки. Когда барной стойки здесь нет, здесь очень хорошо помещается компьютер и помещаются книги. А напротив шкафа жена разместила вот такие вот рамочки. Получился уютный уголок. Теперь я покажу, как можно установить барную стойку. Допустим убрать ее на кухне, чтобы она не мешала. И если допустим она не нужна у вас на балконе. Посмотрите, сколько места получилось на кухне. Благодаря тому, что барная стойка вот такая функциональная, что ее можно просто убрать. И когда приходит много гостей, она просто никому не мешает. И самое главное, что ее можно просто здесь оставить и не устанавливать ее на балкон, если она там не нужна. Вот так вот барная стойка устанавливается в третьем положении. Тоже очень удобно. Особенно, если вы просто на кухне или на лоджии хотите позавтракать или попить утром кофе. Для тех, кого все-таки интересует из какого материала сделана кухня, потому что материалов очень много. Бывает МДФ крашеная, пленочная кухня, акриловая, то есть на любой вкус и цвет. У меня крашеное стекло наклеено на ДСП. Оно бывает и глянцевое и матовое. Бывают разные расцветки. Выбирайте, какая вам расцветка больше всего нравится. Мы выбрали жену белое и черное. Все-таки это вичные цвета и всегда смотрится очень хорошо. Столешница у меня черная, эгер. Много было споров, когда мы выбирали столешницу. Многие говорили, что если вы выберете черный цвет, это будет такая проблема. Потому что очень тяжело отмыть. Так как мы выбрали и черную мойку франкой, выбрали и черную столешницу. Я вам скажу, на самом деле в принципе проблем никаких нет. Она просто обычно моется водой и не остается никаких пятен. Очень удобно и очень хорошо. И кухня стеклянная просто протирается обычной тряпочкой. И все разводы, все что есть просто уходят. Мне очень нравится кухня, то что она из стекла. Вот такая вот удобная, многофункциональная кухня у нас получилась. На которой не только удобно готовить, но на которой просто приятно проводить время. Я надеюсь, что это видео вам было очень полезно. Если все-таки у вас есть какие-то вопросы, которые не ответил в этом видео, пишите обязательно комментарии, я на все комментарии отвечу. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!